всем привет вот наконец-то я добрался до хранителя сейчас мы сделаем на него обзор именно вот в такой вот сборочки с огненной защитой потому что многие спрашивают зачем ему ставить огненную защиту этот хрон есть самый топовой и я его использую на битве гильдий на защите в пвп локациях почему многие говорят что у него там при его отражалки 75 процентов урона отражается обратно в атакующего и не работает огненная защита огненная защита на него ставится не для того чтобы она там работала не работала во время его скилла на ставится для того чтобы все время от него был была обратка урона так как герой у нас танк сами видите сколько жизни полмиллиона он пока не работает его умение будет все равно отражать и это очень большой плюс также при таком отражении герой будет получать меньше урона поэтому это самый топовый для него талант там многие говорят давай каменку ставить не надо ставить никакую каменку никакие бастионы стойкости и прочее вот этот самый топовый талант какие ему еще таланты я вам расскажу в следующих видео сейчас мы просто потестируем его я покажу вам как работает умение и как его ну вообще где его можно применять рунами у нас будет стоять живо артефакт кубок жизни чтобы было больше также у меня стоит доспех это для него самый топовая чара плюс 25 процентов жизни также дополнительно сто процентов от атаки урона по созвездиям он собран на уклонение опять же крича там уклонение не работает отражалка ребят все работает он будет у вас дольше жить но зато отражать допустим там раз не сынут по нему 2 зато он выживет это уже проверено не раз и доказано что уклонение даже при отражалках самый топовый талант точнее созвездие так ну что давайте его потестируем где-то в райде сейчас попробуем кого-то найти кто тут у нас есть стрелок давайте выпустим так чтобы где-то стрелка задеть смотрите на стрелка ну что вы там добили тень а этот мы даже ничего не увидим смотрите на стрелка ничего не видно сейчас еще найдем так варлок ну давайте тут попробуем так раз но блока 0 и блока 0 и так выживет или нет вот смотрите сколько героев послевалась об одного хранителя просто делайте выводы какой хранитель топовый вот его слили остался там ну чуть-чуть осталось героев бигфут ушел раз варлок и эти практически тоже все ушли вот вам доказательства того что именно есть смысл на него ставить этот ладон будет все время отражать урон так стрелка не вижу так вот есть стрелок опускаем его отсюда плюс он еще может забор забор ломать дополнительно если будут задерживаться как видите вот смотрите пока у него даже его умение не работает стрелок уже получает обратку точно также обратку получают орнитоптер и соответственно у вас смотрите как проседает тень вражеская стрелок очень хорошо просил есть смысл просто ставить именно этот талант давайте за локации где можно использовать можно использовать абсолютно на всех локациях если у вас есть еще тем более 5 ремка рунами это еще будет больше плюс вы можете его использовать в режимах на прохождении подземок у кого нету то конечно же лучше ремочного изначально делать на битве гильдии можете пересмотреть видос прошлый там где я им бегал против людей x он там офигенно себя показал уже не раз показывал как он вообще действует где на всех локациях можно использовать сейчас мы его просто потестируем против других топовых героев посмотрим сможет ли он выстоять против бигфута некраса анубиса вообще что он сможет сделать именно в такой вот сборке а потом попозже сравним его с другими с коркой для чего он применяется и также с ремкой так сейчас я выйду с другого аккаунта так вот у нас некрас с огненной защитой тоже прокачан на максималку просто еще не докачан по звезде ну давайте посмотрим выпускаем хранителя смотрите на некраса он еще не успел зарядить его вот он зарядил хранитель уже ему половину снес даже больше некрас сам убивается все некраса просто нет вот вам топовый имбовый герой донатный следующий вариант бигфут половины жизни уже нет все тоже нет бигфут с бастионом до того как он нашего хрона зарядил он уже слился практически еще вариант но без она без бастионом один раз слился второй раз слился ну третий раз мы наверно уже вернемся сейчас к нему и третий раз третий раз будет 4 хоть тень полетела в одну сторону этот в другую то есть сами видите что именно огненная защита для хранителя именно топчик потому что там ставят стойкость не надо нету смысла стойкости она никаких дополнительных функций на себе не несет смотрите на выражая выражая с каменной кожей включится вот тут выражая дал подхил тень хранителя 2 убивается по огненную защиту сразу же тут выражая конечно на сейчас но всю малину испортит если бы они по отдельности были но все равно до сих пор нормально стоим вот вам выражай выражай топчик жалко ладно вот так то есть для того чтобы вы просто понимали что именно такой хранитель топовый будет для pvp локации давайте я сейчас просто поставлю ремочного давайте даже не ремочного заберу поставлю хранителя с коркой и вы посмотрите разницу так сейчас выхожу со второго аккаунта точнее сейчас зайду сниму щит который мы наложили еще раз нападем протестируем так смотрим ну вы сами видите да жизни на краса он не проседает так как раньше он конечно не заряжается но сами видите разницу у нас улучшит по чуть-чуть уже не то не будем просто сливаться чтобы потом не перезаходить не тянет он смотрим на и к футе вот вам на bigfoot тоже смотрите разницу вот пока он только включился уже половины жизни у него нет вот только он слил его следующий заход давайте посмотрим на анубисе тоже уже не так просто сливает то есть сам по себе талант огненная защита помимо того что дает отражение он еще и понижает входящий по вам урон и даже если он не будет на нем работать под под скиллом это неважно этот талант ставится для того чтобы на хранителя хулинка работала всегда так как герой сам по себе хороший танк и у него много жизни и огненка будет на нем лучше всего себя показывать но тут понятно он это уже другая история почему корка топовый талант для хранителя тоже и почему нужно еще с коркой качать сейчас мы дойдем до нагресса так заодно посмотрим сможем ли мы всех слить надеюсь нам времени хватит на красный проседает так как там там он сам себя убивал вот нас слили раз сейчас на салют второй раз вот что и требовало доказать вам почему этот талант ему очень хорошо подходит и есть смысл его качать про то что можно ставить как какие созвездия вам все расскажу в следующем видео потому что у меня времени особо сейчас нету будет еще два обзора на два других хранителя и там вы уже видите больше всего подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии кого вам еще сделать обзор каких талантов спасибо за просмотр и за поддержку всем пока